Всем привет друзья! Сегодня сделаю из солдата армии волшебника Ульфинджуса. Для этого нам понадобятся отрезки веток разного диаметра. Я буду использовать клен, также банка от сметаны, пищевой лоток, который я уже использовал для подделки дама с собачкой. Кто желает посмотреть, оставлю ссылку в описании. Как обычно для начала изготовим площадку, для этого отрежем дно, от банки, миллиметра три. Вот так вот я отрезал. Это у нас будет подставка. Эту часть тоже будем использовать. Дальше ошкурим ветки. Можно не полностью. Примерно вот так вот, так вот, так. Ну и эту можно полностью. Дальше отмечаем пять с половиной сантиметров. Это у нас будет тело. Это нам нужно отпилить. Дальше немного облагородим шкуркой. То есть зашкурим вот эти вот края. Как я уже сказал, это у нас будет тело солдата. Дальше сделал голову. От ветки потоньше отпилил два с половиной сантиметра. Дальше возьму клей, нанесу и соединю эти две заготовки вместе. Получается у нас туловище с головой. Многие задают вопрос, какой клей я использую. Это клей титан. Также можно использовать мастер. Они одинаковые по свойствам. Я перелил просто в шприц для удобства. Дальше я взял ветки потоньше, зашкурил, отрезал два куска по три с половиной сантиметра и один три сантиметра. Это у нас будут ноги. Сначала изготовим ступню. Ступни, то есть разделим пополам. Это отрезок у нас, который покороче и потолще. Ступни готовы. Далее на ногах сделаем вот такие вот выемки. Выпилы, как можно правильно назвать, чтобы у нас вот сюда заходило. Вот так вот должно получиться. Далее мы приклеим по бокам, нанесем клей и зафиксируем. Лишний клей удалим. Вторую ногу также. Дальше приклеим ступни, нанесем клей и фиксируем. Дальше установим нашего солдата на площадку, нанесем клей. И водрузим на место. Дальше из пищевого лотка изготовим руки. Для этого снимем замер сантиметров 5-4,5. Отмеряем. Другая рука будет загнута в локте, так как будет держать дубину. Нам это нужно вырезать. Одна рука вот такая получилась. Мы ее сразу приклеим. Вот такой получилась вторая рука. Мы ее также приклеим. Дальше возьмем ветку вот такой формы, то есть с веточками и сделаем из нее дубину. Для этого откусим лишнее. Будем вытачивать постепенно. Вот такая дубина у меня получилась. Далее мы ее приклеим к руке и на плечо положим. То есть нанесем клей. И зафиксируем. Надрежем немного пальцы, чтобы изобразить загиб. Дальше от банки отрежем полоску небольшую. Примерно вот такую. Из этой полоски мы изготовим перо. Для начала вырежем вот так вот по контуру. Дальше произведем надрезы по обе стороны. Таким вот образом. Дальше постепенно будем выворачивать. Вот такое перо получилось. Дальше мы его приклеим на головной убор. Возьмем пульку от детского пистолета. Расколем ее пополам. И сделаем кокарду. Так называемую. Приклеим вот сюда. Остались такие вот стружки. Мы их приклеим вот сюда. Чтобы изобразить процесс изготовления. Дальше я покрашу солдата. И будет виден конечный результат. Ну вот друзья. Работа закончена. Такой вот суровый получился солдат армии злого волшебника Урфинджуса. Спасибо всем за просмотр. Удачи. Пока. Для новых зрителей хочу показать небольшую часть предыдущих моих работ. Чтобы иметь представление о сути моего канала. И сделать вывод. Нужно ли подписаться и в дальнейшем смотреть мои видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok